Сегодняшний именинник мало чем примечателен, кроме одного. Он, далее с заглавных букв, честный человек. Здравствуйте, меня зовут Владимир Сметанин. Только что я процитировал известного кировского адвоката Валерия Рылова. Соответствующую запись в своем блоге он оставил 7 ноября в день рождения сегодняшнего гостя. В студии Николая Пихтина, общественника. Добрый день, спасибо. 7 ноября у вас был день рождения. Валерий оставил такую запись. Честный человек. Льстит? Или вы всегда ощущали себя, что вы честный человек? Ну, самому ощущать себя это одно, а когда люди говорят о другое. Ну, я видел, вас многие поздравляли, многие известные. Да, это программа «Особое мнение». Еще раз повторюсь, гость особый майор Николай Пихтин, общественник, до недавнего момента член общественной палатки. Кировской области второго созыва. Напоминаю нашим слушателям о том, что на сайте хакерова.ру есть аудио-видеотрансляция нашего эфира. И, кроме того, вы можете воспользоваться специальной формой там на нашем же сайте, чтобы задать вопрос гостю. Вопрос один есть, я его озвучу чуть позже. Ну, мы с Николаем Анатольевичем договорились до эфира по поводу представления именно общественника. Но не могу не поинтересоваться вот сейчас, в чем заключается и в чем будет заключаться ваша общественная деятельность. Не, ну я буду какое-то участие принимать в деятельности общественная палата, на заседание комиссии ходить, может какие-то документы готовить, еще что-то. Эти предприятия открыты, то есть по своей воле можно прийти и поучаствовать? Конечно, конечно, да, любой может прийти, пожалуйста, плюс, значит, вот дискуссионный клуб остается, мы будем заниматься, есть еще какие-то мысли. Какие, приоткроете? Пока в каком направлении? Вот я не люблю приоткрывать, пока тщательно не проработано, пока сыровато, поэтому пока помолчу. Николай Анатольевич, ну, доходили слухи о том, что есть желание у некоторых людей некую альтернативную общественную палату организовать. Это откуда у вас? Ну, коллеги, журналисты говорили об этом. Не совсем так. Я почему спрашиваю, там, в том числе потенциальных членов, не знаю, членов этого объединения, вы тоже знаете, верно? Были такие разговоры? Да, разговоры такие были, довольно в узком кругу, как это просочилось, непонятно, но ладно. Пока это на уровне размышлений, поэтому то же самое говорить как-то, ну, я бы пока не стал. Если не ошибаюсь, в Пермском крае, да? В Пермском, да. Есть и общественная палата, и гражданская палата. Вот они параллельно существуют и параллельно занимаются. Да, и мысли о том, чтобы у нас в области была гражданская палата, я бы не назвал это альтернативной. Общественная палата, это общественная палата, гражданская, это гражданская. Об этом разговоры идут уже, наверное, лет 5-6. А смысл-то в чем, чем гражданская палата отличается от общественной? Не, а то же самое, граждане будут собираться, какие-то активисты будут, которые будут предлагать свои инициативы конструктивные. Хотел я просто это все в конструктивном русле построить, как это получается, пока не совсем, так сказать, все проглядывается. Главное, видимо, отличие в том, что у гражданской палаты нет финансирования. Нет, нет, конечно. Исключительно со своими силами. Здесь финансирование даже несколько опасно, потому что, сами понимаем, что платят музыку за глаза. Поэтому здесь все чисто энтузиастно. Ну и если же такая палата будет создана, то у нее одна из первых задач будет это нарабатывать авторитет, чтобы к ней прислушивались. А, соответственно, она должна работать таким образом, чтобы выдавать конструктив какой-нибудь. Вы уже упомянули о дискуссионном клубе, и уже есть эта информация в СМИ. Очередное заседание клуба состоится завтра, 10 ноября. Вы, как один из его организаторов, можете сейчас проанонсировать. Прямо будет тема, какие будут гости, почему именно? Да, завтра у нас будет тема. Тема будет звучать так. Частные автоперевозчики – зло или благо для города. То есть у нас появился 73-й маршрут, как альтернативный. Вот по нему разговоров и дискуссий много, и вопрос возник, а нужны ли вообще частные перевозчики. И чем они лучше или хуже, или они могут совместно сосуществовать, как бы и другие. Давайте напомним историю вопроса немного. Была у нас так называемая транспортная реформа в Кирове не так давно. И вот один из ее итогов – это исчезновение 73-го маршрута. Собирались там подписи недовольные горожан, администрация говорила. И довольно много. Да, и администрация отвечала официально, что слишком уж перегружены улицы нашего города общественным транспортом. Что зачастую складывается ситуация, когда одновременно к остановке и тот, и этот, и другой автобус приходят. Опять же, конкуренция, игра в догонялки, обгонялки и так далее. Нет, они один маршрут убрали, но один маршрут погоды не делали. Ну, еще одна из причин официальных – дублирование, да? Тот же 23-й маршрут. Нет, понимаете, это обсуждали широко. Вот если взять дублирование, догонялки, все, ну давайте два маршрута оставим на весь город. Не дублирование, а догонялок не будет. Это не разговаривание. Придет вам… У нас будет Олег Чебабин, начальник отдела транспорта. И будет Денис Перлок, это сам автоперевозчик в 73-м маршруте. Так что я завтра приглашаю в галерею прогресса, в 18.30, пожалуйста, приходите, вход свободный. Пока администрация ничего не может сделать, в 73-й ездит, да, вот такое возобнование? Судебное решение было, но сейчас оно протестовывается, оно в силу не вступило. Значит, сейчас они там решают этот вопрос, пока он, да. Насколько известно, там еще проезд ниже официального, на 2 рубля, по 17 рублей. Да, они цены ниже сделали. То есть, какие цели закладываете в это собрание, что хотите выяснить? Мы хотим все же выяснить, и вот лично моя точка зрения, что альтернативный маршрут транспорт нужен. И не надо здесь монополию устраивать. Нас же хотят монополию, потому что мне это не совсем нравится. Монополию в виде автотранспортного предприятия? Да, да. Поэтому мне кажется, что надо вот и доводить и до граждан, и до администрации города, что такая вещь должна быть. То есть, ваша личная позиция? Это моя личная позиция. Конкуренция в этой среде тоже должна быть? Обязательно. Еще раз напомню, завтра галерея прогресса. Вы заметите, у нас, как ни странно, маршрутные такси как классы исчезли вообще. Это уже не нормальное число. А во многих городах по-прежнему это существует? Конечно. Небольшие, компактные микроавтобусы. То, что они там правила нарушают, это совершенно другой вопрос. Для этого следите. Задача ГИБДД, в первую очередь, призывать к исполнению. Во сколько еще раз начало? Все в 18.30. В 18.30. Завтра в галерея прогресса. Горького 5. Ну, так или иначе, хочу все-таки поподробнее поговорить об общественной палате. Об общественной палате вы не являетесь уже членом третьего созыва. Постпалатный синдром какой-то есть сейчас? Нет. Какие-то проявления? Нет. Я абсолютно спокойный. Я в нормальной ситуации был. Как оценивать свою деятельность, деятельность коллег? За последние три года проведенных общественной палате в Киевской области. Что-то сделано и неплохо сделано. Какие-то вещи реализованы. Что-то не удалось сделать. Что-то неправильно сделали. Всякое, как обычно, нормальное. Неправильно. Что, например, там сделали, где ошиблись? Ну, неправильно сделали. Даже не то, что неправильно, а очень мало сделали, например, по общественному контролю, который до сих пор у нас так и... Но чуть позже мы как-то эту тему затронем. Не реализован. Нет, я не сторонник выносить, что это неправильно. Помнится, в одном из особых мнений вы говорили, что не планируете пойти уже в Третью палату, в Третий созыв общественной палаты, исходя в том числе из того, что считаете, что там больше молодежи должно быть в палате. Совершенно верно. Это я убежден. Вы ознакомились со списком присутствующих в Третьем созыве. Нашли там больше молодежи по сравнению с предыдущим? Ну, обновление, я еще говорил о том, что должно быть обновление постоянное. Обновление прошло на 50%, но это уже неплохо. Я думал, меньше будет, но это уже неплохо. Но молодежи хотелось бы побольше. Все, кто попал в палату нынешнего созыва, устраивают вас? Я такие критерии как бы и не ставлю. Или просто вы со многими не знакомы и не возьмете судить? Нет, я очень многие знаю, но когда начнется реальная работа палаты, там сейчас идет формирование комиссии, там все прочее, там посмотрим, так по делам, как сказать, оценим. Нам сейчас сложно сказать. Ну, все-таки, по вашему мнению, третий состав палаты жизнеспособен, есть перспективы? Он, да, жизнеспособен. Значимость общественной палаты у нас повышалась. Да, он жизнеспособен, все, и я пожелал успехов всему Третьему созыву, хорошей работы. И все же, вот главный вопрос, который у нас до сих пор видает везде, вот такое непонимание, а что такое общественная палата и для чего она? Вот этот вопрос надо очень активно поднимать и объяснять. Ну, какими путями, какими методами и способами доносить? А различными, различными. В эфире, в СМИ, может, круглые столы специально дискуссию на площадке устраивать, еще что-то. Это все надо. Ну, и секретарем общественной палаты региональной нового созыва, как известно, стал Дмитрий Курдюмов, врач, бывший глава Департамента здравоохранения Кировской области. Вот ваша оценка именно такой личности, что именно Курдюмов стал глава общественной палаты. Ну, я его знаю как энергичного человека. Надеюсь, что у него все получится, все нормально получится. Хотя вот эта связь, бывшая работа в администрации, и сейчас он главный врач, она несколько, так скажем, настораживает. Но надеюсь, что это не скажется на его деятельности. Ну, в одном из своих первых заявлений, в одном из своих первых интервью по поводу связи, вот в этой возможной, да, с правительством, Дмитрий Александрович сказал следующее. Без понимания того, как работает правительство, нельзя выполнять основную задачу общественной палаты организовывать взаимодействие общественных объединений, некоммерческих организаций с органами исполнительной власти. Ну, в том числе он отверг какую-либо зависимость. Я не совсем соглашусь, я с этим не согласен. Почему? Потому что, получается, что три секретаря, которые до этого были, они в администрации не работали, они не имели представления, как это делать. Ну, это неправильно, конечно. Хотя это, может быть, и подспорьем будет, что он представляет, но, с другой стороны, это может быть неким тормозом. То есть вас, в принципе, не устраивает то, что бывший чиновник приходит, вроде как, на пост общественника, или лидера кировских общественников? Нет, нет, не это. Если же человек даже работает чиновником, но зарекомендовал себе и показался в общественной сфере, ну, пожалуйста, ради Бога. Карты в руки, что ли, за вас? Здесь я знаю, единственное, что у него есть работа по общественному совету, какая-то активно довольно проводилась. Неплохая организация совета прошла. Может, это поможет. Какой-то опыт уже есть небольшой. Да, и еще вот одно заявление Курдюмова, одно из первых, о том, что, став секретарем, он уже успел почувствовать некие оппозиционные настроения к своей персоне. Это тот же самый вопрос я задавал в прошлый понедельник уже бывшему секретарю ПКВ 2-го созывного Андрея Лусьенко. Сандрея Леонидовича сказала, что общественная палата уж совсем не место, где могли бы формироваться какие-то оппозиции. Общественная палата – это такое проявление всего общественного запроса. Во-первых, он не сказал хорошо это или плохо. С моей точки зрения, это нормально. Позиция какая-то должна быть. А в чем должна проявляться эта оппозиция? Адобрямс недопустим. Оппозиция – альтернативное мнение, альтернативное предложение по решению того или другого вопроса, другое видение проблем. Они могут быть и нормальны. Обязательный учет. Конечно. Этих предложений, чтобы они не просто… Конечно, конечно. Это нормально, так и должно быть. А вот это Адобрямс, я полностью не согласен, этого не должно быть. Ну и еще свое мнение Курдюмов высказал по поводу рейтинга активности членов общественной палаты. Я напомню, что этот рейтинг существует и сейчас на сайте общественной палаты. Вы можете найти его. Можно кликнуть на слово «состав» и дальше выпадающая вкладка возникает. Пока рейтинг этот не заполнен, потому что палата еще новая. Новый состав. В рейтинге 13, по-моему, критерий. В том числе количество выступлений в СМИ, количество участий в заседаниях, законодательных инициатив и так далее и тому подобное. Вот новый секретарь общественной палаты заявил о том, что слишком громоздкий вроде как рейтинг, он будет упрощен. Там останется только несколько. Нет, дело в том, что мы это обговаривали уже, этот рейтинг менять. И задача-то не просто его сократить, а просто убрать лишнее. Там есть действительно графы, которые их очень проблемно заполняют. И они не отражают эффективность того или иного члена общественной палаты. Поэтому, наверное, их надо убирать. Просто потому, что они не нужны, они просто напрасны. Инициатива появления этого рейтинга вообще Андрей Юсенко на это принадлежала. Или это коллегиальное решение было? Нет, это коллегиальное решение было. И дело в том, что по рейтингу, ну вот мое предложение было, его сначала как бы так поддержали, а потом оно не оказалось реализованным. Я предлагал, что, чтобы более эффективно он был, по каждому члену общественной палаты раз в какой-то период, допустим, квартал, высылать в организацию, откуда выгинул был кандидат, высылать этот рейтинг на него. Чтобы они знали и смотрели. Общественную организацию. Да, они знали и смотрели, кого они выгинули, как он работает. Но этого не было сделано. Это вот не было, я сожалею, это очень зря было. Зря что не сделано. Вы-то, собственно, прорабатывали это предложение, на что рассчитывали, что организация сможет тут заставериться, а я-я-яй вот... В принципе, да. Кто-то ведет себя, как общественники, отзывает за эту кандидату? Нет, неплохо, нет, так скажем. Да, да, они имеют... Дело в том, что члены общественной палаты, как бы, просто так исключить нельзя, они могут отозвать. По большому счету они могут отозвать, посмотрят, слушайте, ну, портал второй, третий, там, человек почти не ходит, ничего не делает. Или с ним побеседуют, его убедят как-то и заставят, в конце концов, или отзовут, но вообще не представят. Примерно так должно быть. Я напомню, что это особое мнение Николая Питера, общественника, и я хочу сейчас затронуть события, которые чуть раньше были, чем смена составов общественной палаты. Я веду речь о гражданском форуме Кировской области, который состоялся с 22 по 24 октября. У вас пост появился в Фейсбуке под названием «Гражданский форум 2015 об осадке». В нем вы написали о том, что у вас сложилось впечатление, что вот этот сайт вместе Киров, сайт обратной связи так называемый, да, вызвал у вас осадок. И сложилось впечатление, что его продавливают. На чем вы основывались? Ну, я вообще не сторонник продавливания каких-то вещей. То есть, если сайт сделали, предложили, и он будет востребован, то ради бога пусть он работает. Но здесь шло такое продавливание, потому что чуть-чуть на каждой сердце про него напоминали, говорили и так далее. Но ведь это все презентовалось как продукт общественной палаты. Один из основных. Вроде как вместе все это делали. Вместе Киров. И получил название. Ну, не совсем так. Дело в том, что вот до этого Юполис работал. Да. И он буквально за короткий срок, там, за месяц, он популярно завоевал, люди стали ходить, там пошла... Давайте уточним, сейчас не работает. Сейчас не работает, да. Пошла обратная связь, там, и там было, ну, довольно, как это выразится, довольно серьезно все это сделано. Вся, значит, активизация человека, там, авторизация, там, и так далее, все это было на высоком уровне сделано. Здесь немножко уровень гораздо ниже. И, во-первых, во-вторых, пять тысяч голосов собрать, ну, это как-то, честно говоря, мне осомнительно. Слишком высока планка новая сделана? Мне кажется, да. Ну, вот сегодня, я перед тем, как ехать, я посмотрел, там 10 предложений. 10 предложений. За одно из них проголосовали 11 раз, но... А всего, по-моему, 26 голосов, там, все предложения набрали. Поэтому, как-то, чтобы пять тысяч набрали. Плюс, если заметили, там, интересный момент получился. Это надо было, как бы, в правилах этого сайта отговаривать. Люди задают такие вопросы, да, по грязи, паркуются они там. Ну, это вопрос, это в прокуратуру, а не на другой сайт. Ну, или в другие органы. Или в другие органы. В дело правления. Ну, это не такой сайт, и правительство не будет обсуждать, что в таком-то дворе там не там паркуются. Ну, это, ну, как-то смешно даже. И в результате этого мы что получим? Что человек, когда он сайт разместил, видит, что за него не голосуют, у него просто, ну, интерес к этому сайту, во всяком случае, будет поделать. Так, подождите, у меня сейчас сложилось впечатление, что кто-то из наших слушателей не знает, о чем идет речь. У нас появился сайт в месте Киров, куда можно отправлять свои инициативы, предложения. В том случае, если какая-то из инициатив наберет пять тысяч голосов, подпись, она будет отправлена на рассмотрение правительства Кировской области. Да, да. Ну, сама-то идея здравая. Нет, сама идея здравая, безусловно, о этом никто и не говорит. Она здравая, только планка высока. И плюс надо как-то вот в анонсе этого сайта где-то там крупно прописать о том, что значимая идея эта должна, предложение должно быть общезначимой. То ли на город, допустим, Киров, то ли на всю область. Ну, никак не маленькая не лопает. Не местечко, да? Да, потому что пять тысяч не собрать голосов. Ну, видим, а на Ваш взгляд, какой могло быть планок? Если пониже, то сколько? Ой, мне кажется, знаете, здесь можно подойти так дифференцированно. Поначалу сделать, допустим, там голосов пятьсот. Поначалу. А если активность начнется и выше, потом можно дополненную планочку приподнять. Так ругать ведь будут власти, что-то в том случае. Нет, ну, если хотели... Если бы хотели, что-то не ругали, но сделали бы тридцать тысяч, и все, и вопросов бы не было. А никогда бы не... На федеральном уровне существует сайда, сто тысяч, для того, чтобы была рассмотрена инициатива. Кстати, вот уже есть там одна из инициатив, тоже достаточно заметная, от Олега Ткачева, директора Центра поддержки некоммерческих организаций и члена общественной палаты Кировской области третьего созыва. Вот что он пишет. Прошу перестать поддерживать установку корпоративных скульптур на улицах города под видом арт-объектов. На данный момент ситуация такова, что правительство региона поддерживает и участвует в установке рекламных скульптур отдельных субъектов предпринимательства и делает это по неизвестным правилам, ставя перед фактом горожан о состоявшейся факте участия в скрытой подготовке установки корпоративной скульптурной композиции в местах пребывания горожан. Но я могу только предполагать, что Олега возмутило то, что происходит у нас на Лятском Арбате. Да, да. Ну, я предполагаю, а вы это точно знаете? Нет, ну, мы с ним общаемся постоянно. На Лятском Арбате у нас на Спасской пешеходной части появились не так давно. Нет, я его не совсем... Барышня и кавалер, и вот автомобиль, участник первого автопроекта. Я его здесь не совсем поддерживаю, малая скульптурная форма в городе нужна, и чем больше его, тем лучше, и чем разнообразнее, тем тоже лучше. Но здесь самое главное, ключевое, то, что вот отмечают Олег, и что его возмутило, это неизвестное правило. Как договаривались с ним, как они кому платили, откуда проект пошел, и так далее, и так далее. Ну, абсолютно непрозрачно все это. И вдруг раз объявляет, все, завтра открываем. Ну, что касается автомобиля, все-таки деньги предприятия по выпуску шин, по всей видимости. Ну, вот видите, мы сами вот так догадываемся, другой по-другому догадается. Ну, в любом случае, ваше мнение заключается в том, чтобы обсуждать как можно шире появление нового автопроекта. Ну, не то, что обсуждать, но, мне кажется, какую-то общественную группу такую сделать, на которую выносить, и в которой вы выдавали бы свое мнение. Наверное, наверное, об этом смысл есть. Но они должны быть полностью абсолютно независимы. В продолжении темы, возможное появление в нашем городе еще пяти новых арт-объектов. Это проект под названием «Ребус-Вятка», где пять новых скульптур. Это капли воды, вода. Я видел. Это первая буква в слове «Вятка», яйцо, шишка, ракета и композиции Сергея Кирова, воины и так называемые бабушки-вятушки. В разных местах они могут появиться в нашем городе. Ну, вы читали, да, подробно эта тема освещалась в СМИ. И вот необычная, да, согласитесь, на первый взгляд, когда... Необычная, но по мне, мне как-то не очень понравилось это. Но это мое личное сугубое мнение. Может, реализуют красиво это. Посмотрим. Вот эта шишка, которая может появиться в здании лесопроводственного поля. Видите, вот этот случай-то как раз еще до установки. Уже как-то общество знает, граждане знают, что будет планироваться так и так делаться. А вот эти арт-объекты появились, вообще накануне узнали, что вдруг раз открывается. Ну, признаемся слушателям о том, что я говорил вам, да, вот об этих инициативных ребятах, которые продвигают идею установления этих пяти новых арт-объектов. Предложил вам на дискуссионный клуб вечерний вынести, возможно, это обсуждение. Состоится, возможно? Возможно. Мы уже думаем, но пока гарантировать не будем, потому что там по графику пока не все получатся, тем много. Возвращаясь к вашему посту еще, да, опубликованному на странице в Фейсбуке, вы там еще высказали свое мнение по поводу принятия на региональном уровне закона, об основах он называется, да, общественного контроля в Российской Федерации. Вы считаете, что не нужен нам такой региональный закон? Вы знаете, я считаю, что не нужен. Мы в общественной палате несколько раз обсуждали и пришли все к такому мнению, что еще действия по общественному контролю не начались и опять же нам навязывают, давайте примем закон. И это на форуме, это прозвучало так, что сейчас примем закон и после принятия все, общественный контроль начнется. Но не начнется он. Если он начнется и начнет спотыкаться, вот тогда уже надо думать, где, что править надо, что добавлять, убавлять и так далее. Какое-то русло не править. Пока еще практики нет и ничего принимать. Я вот лично не понимаю это. Ну а в целом ваше отношение к этой системе общественного контроля в Российской Федерации? Ну, соответствующий закон у нас появился летом этот год. Да. Нет, в целом идея сама по себе хорошая, но здесь уже явно просматриваться, мы же обсуждаем-то уже год или больше в общественной палате. Не совсем свежая тема. Просматриваться то, что людей-то нет, которые могут этим заниматься. Потому что общественный контроль, немножко что люди путают, это не гражданский контроль, где ходить в магазины, там что-то проверять, там и так далее, и так далее, это немножко другое совершенно. Здесь люди должны уметь анализировать деятельность, уметь смотреть расходы, как они составляются, как доходы в бюджетном курсе быть и так далее. Но пока вот людей таких вот, честно говоря, общественных нет. Их нужно что, выращивать, воспитывать, обучать? Кстати, этот вопрос я задавал членам общественной палаты Российской Федерации Владиславу Грибу, который приезжал на форум, который был на студию. Он сказал, да, действительно нужно серьёзное внимание. Нет, обучать надо, конечно. Это не является именно молодому поколению в этом отношении. Мы-то ещё, возможно, не справились, а вот наши потомки. Абсолютно согласны. То есть, что такое общественный контроль? Это один из элементов. Это, допустим, в каком-то департаменте, у нас сейчас в министерстве, люди должны просмотреть, как строятся планы, как они реализуются, правильно ли вектор направления деятельности, правильно ли получают деньги, правильно ли эффективно ли они использованы, какой результат получают по деятельности. Вот это всё надо анализировать, сводить и так далее. Мы серьёзно работаем. Общественник Николай Пихтин на нашей студии. Это его особое мнение. У нас сейчас традиционное время для рекламы. Пару минут и мы вернёмся. Продолжается особое мнение. Меня зовут Владимир Сметанинов. И сегодня это особое мнение Николая Пихтина, общественника. Напомню, что на сайте хокиров.ру есть аудио-видео трансляция нашего эфира и специальная форма для того, чтобы вы смогли задать свой вопрос гостю особого. Есть вопрос от Александра. Добрый день. Он пишет, как вы оцениваете шансы партии на выборах в 2016 году. Ну такая достаточно пространная формулировка. Давайте я позволю себе тоже предполагать. Ну речь идёт в первую очередь о выборах в Заксобрании и в Госдуму, которая будет в сентябре следующего года. Возможно, Александр меняет в виду, изменится ли какой-то расклад политических партийных сил в новых парламентах уже. То есть «Единая Россия», «Справедливая Россия», «Коммунисты», «ЛДПР» появятся ли новые игроки? Мне кажется, что вряд ли появятся. Скорее всего, не появятся. Как бы уже сформировалось вот это всё. Как бы уже утряслось, они уже друга все знают. Одни и те же лица всё. И вряд ли что-то новое появится. Хотя очень хотелось бы, чтобы появлялась новая. Но растущая снизу, а не сверху. Лидерство «Единой России» не ставите под сомнение на следующих выборах? В Госдуме? В Госдуму. В Госдуме там, по-моему, даже загадывать нечего. Оно останется. Но, во всяком случае, люди переберут максимум мер для того, чтобы оно осталось. Региональный парламент наш. Региональный? В Кировской области я тоже предпосылок не вижу, чтобы они потеряли лидерство. В других областях, там Свердловской, смотрю, там в Питере, там может быть. Могут потерять. Давайте ещё одну федеральную новость обсудим. Говорится об этом, в том числе и в эфире нашей радиостанции. Речь идёт об инициативе депутата Госдумы Ирины Черковой. Она разработала и внесла на рассмотрение парламента законопроект, который устанавливает возрастной ценз для депутатов Нижней палаты парламента. На момент избрания возраст кандидата не должен превышать 70 лет. По словам Черковой, Дума не должна быть предпенсионным местом. Она нуждается в здоровых, энергичных и мобильных представителях, считает госпожа Черкова. Как относитесь к этой инициативе? Во-первых, надо посмотреть, противоречит ли ли это Конституция. Во-вторых, честно говоря, про этот ценз говорили очень давно. Я считаю, наверное, есть смысл его вводить. С перспективы, там, может, через 15 лет его отменить. Но я бы его ещё уменьшил до 60 лет. Потому что здесь, чтобы правильно понимали, это предложение 70 лет на момент избрания. То есть 69 лет человек может быть избран, а потом он 6 лет сидит в Думе. Мне кажется, надо омоложать Думу. Я бы ещё ниже бы сделал. Но это популистское некое такое заявление. Просто выстрел для того, чтобы поговорили, обсудили, вспомнили, кто у нас в Госдуме сидит, как листарцы есть. Ну мы это уже и весной, и осенью обострения такие случаются у депутатов. Кто-то заскучал депутат в друг раз, появляется с какой-то инициативой, которая явно может и не пройти. Я говорю, надо по Конституции смотреть, потому что, по-моему, там никакого недопустимо. Я сейчас не берусь. Почему бы сейчас ещё возрастной ценой для верхнего планка, для президента не установить, для премьер-министра, для Совета Федерации, для ещё более старого Совета Федерации. В общем, пока не ясно, насколько я не способна и чем вызвана данная инициатива. Но я верю. Если принимать, то я бы брал 60 планок. Ещё хочу поговорить о некоторых городских новостях и событиях городской жизни. Вы, как активный очевидец того, что происходит на городских улицах, в том числе, я всё вспоминаю, круговорот, грязи, природе ваш пост. Зима уже несколько раз давала о себе знать в нашем городе. Сегодня явно уже такая зимняя погода установилась, хотя ожидается и потепление. Снова обильно наши дороги посыпали песко-соляной смесью. Не видели никаких изменений в начале зимы в этом году? Не знаю, что. Ну вот, то, что... Можно ли сказать спасибо или не говорить спасибо? Нет, я скажу спасибо природе, что сегодня подморозило, хоть грязи не стало. А так, на самом деле, если приглядеться, то летом нынче, надо сказать, ну, не совсем активно, но тем не менее, больше, чем в прежние годы, машины ходили, убирали мусор, песок, грязь на дорогах именно, и тротуары чистили. Ну, возможно, это связано с 70-летним победой. Возможно. Но как только наступил сентябрь, дождики, машины эти исчезли, и эта грязь слякоть, это, конечно, что-то невообразимое в городе творилось. Если вы посмотрите, все машины обляпаны грязью, люди все по колену в грязи, ну, это ненормально. То есть такие периоды надо еще активнее чистить, вообще все машины. И у меня вопросы возникают всегда, а эти машины сейчас что, растаивают, водители зарплату получают, не ездят, они где эти машины? А их, по-моему, там 8 или 10 или что-то машин. Держат руку на пульсе. В случае чего сразу будут готовы. С июня по август работают, а потом на пульсе держат. Нормально, да? Это ведь, кстати, осень первая для Александра Викторовича Перескокова, да, в качестве главы городской администрации, в конце прошлого года он пришел на эту должность, что не справился, можно сказать, или что? Или это не его вина, в общем-то? Нет, это вина отчасти его, но это, так и справился нельзя говорить, это один из элементов всего лишь на комплексе смотреть. По одному случаю, конечно, не надо говорить. Вот увязывая все эти вещи, приборки, благоустройства города с общественным контролем, это общественный контроль, направленный на... Общественный контроль тоже может проанализировать. Какие средства выделяются, как и насколько эффективно работают машины, вот сейчас, в данный момент, они стоят или не стоят, работают, не работают, там, это все, в принципе, общественный контроль может все анализ сделать и выдать. То есть должен, ну, в первую очередь, видимо, появиться инициативный человек, который скажет, давайте в соответствии... И грамотный... С уже принятым законом об основах общественного контроля, давайте попробуем проконтролировать эту сферу. Совершенно верно. Я, кстати, могу заметить, что, ну, в данном случае, насколько я вижу и слышу, у нас общественный контроль до сих пор ассоциироваться, это с министерствами областного, с городом он никак не ассоциироваться. То есть пока при министерствах у нас, вы имеете в виду, там что-то движуха идет, а с городом я такого не наблюдаю. Может быть, есть тут какое-то уже нарушение закона, почему это при городских структурах еще, общественных советах, не создано? Вот тут стоит поинтересоваться. Стоит поинтересоваться, да, и эта тема серьезная. Еще одно явление из городской жизни, далеко-далеко не новое и не свежее, по-моему, постоянно и в холодное время года появляются такие требования со стороны городской администрации. Речь идет о требованиях в адрес жителей города убрать козырьки с балконов верхних этажей, потому что они противозаконны. Понятно, чем тут чиновники руководствуются, близятся там снегопады активные, таяние, похолодание, и вот может опять возникнуть ситуация такая нехорошая, когда все это падает на головы людей, и вот опять требуют снести козырьки незаконно, люди не сносят, не сносят, но единицы. Я специально по этому вопросу, значит, немножко материальчик подготовил, такой коротенький. Дело в том, что здесь я вижу отсутствие информационно-разъяснительной работы. Есть такие правила номер 170 по технической эксплуатации жилищного фонда, которые утверждают, что эти козырьки действительно незаконны. И есть все расписано, что эти управляющие компании должны проверять, предлагать гражданам эти козырьки убрать. Если же управляющая компания проверила, граждане не убирают, они могут подать в суд и через суд заставить это убрать. Если же управляющая компания эту работу по проверке не проводит, городадминистрация имеет право заставить управляющую компанию или наказать, но эти козырьки должны быть снесены, потому что они незаконны. Вот как бы нам не обидно было кому-то, но оно так вот и есть по закону. Соответственно, нелегитимные установки этого всего. Да, да, да. И они должны быть убраны. Ну, может быть, ужесточать, скажем, наказание? Нет, ну, Владимир, мы ужесточим наказание. Не пустить в квартиру. Дело не в ужесточении, дело в... Кто проверяет, кто контролирует, все это выборочно проходит. Ну, то в комнате дома проверили, а остальные все стоят непроверенные. Это попресная работа должна быть. И, кстати, по козырькам здесь, конечно, случаи были ужасные, когда и страдали люди, и погибали. Но дело в том, что если приглядеться, то у нас в городе вот таких опасных козырьков, их не так много. Большинство этих козырьков, они с них, с них скатываются на газончики, где люди не ходят. А вот такие места, как вот был на Грибоедово, где прямо тротуары под козырьками, там особенно тщательно надо смотреть, конечно, да, и все это убирать и выйти в порядок. Хотелось бы, чтобы вы еще прокомментировали ситуацию со сносом флигеля усадьбы художника Хрякова, который находится на перекрестке Карманского, Павелка и улицу Владарского. Дело направлено уже в суд. Понятное дело, что флигель находится на земле, у которой есть уже частный собственник, но дело в том, что этот земельный участок, он попадает в охранную зону. То есть там делать-то ничего нельзя, строить новое, я имею в виду, ничего нельзя. Министерство культуры Кировской области все-таки добилось направления дела в суд. И вот сейчас речь идет о том, чтобы собственник этого участка, на котором сейчас располагаются уже остатки флигеля, был все-таки оштрафован на сумму до 200 тысяч рублей. Ну, возникает дальше просто, если мысль развивать, ну что, он заплатит 200 тысяч рублей и все, и будет делать там все, что ему заблагорассудится. Ну, как бы по логике получается так, но дело в том, что здесь есть недоработка как города, так и недоработка самого департамента, министерства культуры сейчас. По идее, такие вещи должны были быть давно уже отреставрированы, приведены в порядок, в надлежащий вид, и чтобы они, как сказать, ну, в разрушенном таком виде не были. Эта работа не была проведена. Дальше представим себе, конечно, очень жаль, что такое случилось, но представим себе, что этот флигель бы не снесли, и он сегодня стоял бы в ужасном виде. И так бы это тянулось год, два, три, пять, десять. То есть департаменту давно уже надо было подумать, найти средства и силы, его отреставрировать, вести в порядок. Это касается и других домов, как деревянных, так и еще каких-то у нас сооружений. Мы эту тему не так давно обсуждали, в дневном развороте, в том числе слушатели активно предлагали свои идеи по поводу того, что может появиться на этом месте. Вот, например, в частности, ну, раз уж флигель снесен, да, и территория вот она, что там нам, что-то, видимо, нужно делать. За предполагаемые, как бы, строительства коттеджа, там, естественно, никто не высказывается, но такие варианты прозвучали у нас в эфире, как сквер, там облагородить, либо этот флигель восстановить, ну, то есть, с использованием уже современных материалов, но чтобы он выглядел как действительно флигель. Вот, вы к какому примеру? Не, я и то, и другое. И если сделать скверы, какую-то мемориальную доску или еще что-то, показать, что вот здесь вот такое здание было, тоже неплохо, с учетом того, что на сквере, в общем-то, такие зонтопарковые маловато. Поэтому, если его восстановят, реставрируют, то это уже будет замечательно. Но если что, новое построят, новодел какой-то, то это будет не совсем правильно. Настоять буквально минутка, я хочу спросить. Вы, Николай Анатольевич, пионеры, безусловно, были? Да. Я к тому же иду, что Путин 29 октября, в день рождения Всероссийского Ленинского Коммунистического Союза молодежи подписал указ о создании российского движения школьников. СМИ в один голос заявили, что речь идет о возрождении пионерии. Читали, слышали? Да, конечно, конечно. Ну, так кратко можете высказаться, чтобы по этому поводу думать. Нет, а что кратко говорить? В принципе, по большому счету, вещь нормальная. И пусть она создается, и пусть они действуют, там, Росмолодежи пусть этим занимаются. Одна боясь, что как бы не стали силы загонять пионеры, чтобы ура, что-то сделать и так далее. Вот это не совсем понятно. Потом непонятные рассуждения там некоторые, когда люди сейчас говорят, что раз пионерии нет, то детям после школы деваться некуда. Но она появится, они еще все дружно в одно место будут собираться и что-то делать, там, имны петь, что ли, я не знаю. Это титаническая работа, очень серьезная, большая, громадная, которая нужна по воспитанию, нужно заниматься этим. И это должно быть, вот это движение, это одно из многих форм, которая должна существовать и не мешать другим. Ну, на данный момент пока есть только указ президента о создании этого движения. Естественно, там еще трудная, кропотливая работа, процесс становления, финансирования, имущества и так далее. Подобная вообще идеология какая будет в конце концов. Ну, они обещают, вроде как идеологии не будет, но как бы без идеологии-то все равно никуда не делается. Дело в том, что куда-то она направлена будет. Завершается на этом особое мнение, и сегодня это особое мнение общественника Николая Пихтина. Всего доброго. Спасибо. До встречи. Спасибо. Продолжение следует...